доброе утро мой дорогой доброе утро спал со мной всю ночь уже ты недовольный копайся не любит когда я на него камеру наставляю не любит видите какая у него хреновина сейчас поеду в аптеку просыпаюсь время уже пол седьмого сколько спать то можно ну и доброе утро мои дорогие бабушка не чесано не мы то еще сразу с вами здороваться пошло вот от чего хотела начать сегодня петухи поют горлица у рукает все как положено я правда еще не умывалась вот а чего встала стала комментарии читать вот и написала мне танюша бегичева она меня давно смотрит но пишет редко даже одно время хотела ко мне приехать в гости а потом что-то застеснялась вот по дороге вот когда я ехала из москвы на поезде я еще говорила что видно огонь там сквозь ну так далеко сквозь деревья огонь я все возмущалась что жгут камыш вот этот вот и вот она мне написала что это оказывается поджог был это не для того чтобы знаете камыш жгут чтобы к воде удобнее подходить было а это подожгли специально и тушили 12 часов и даже один мчс при тушении вот этого ужаса вот так хочется сказать люди что же вы делаете о чем вы думаете зачем вы это делаете ну как же так можно вот слов нету ну а я вот честно говорю я всегда как-то мне я несколько раз всего вот видела за жизнь так вот такие вещи когда жгут траву камыш мне прям так почему-то всегда страшно и жалко насекомых вот этих каких-то мелких зверушечков которые там живут так и лес может загореться да и дома горят у людей ну ну кошмар какой-то ну ужас написали мне там чтобы марина выздоравливала но у нее все нормально давление привели ей в норму ругалась на меня зачем я это сказала я говорю ну а как люди же тебя смотрят переживают за тебя уже к тебе кто-то привыкли кто-то тебя прям полюбил ну ну как же а это как она откуда узнала ей начали писать там в комментариях что выздоравливайте туда и все она говорит я жених нигде не говорил ничего я бы это я сказал вот она меня я тебе больше ничего не скажу а вот еще что мои дорогие не поддавайтесь на эту истерику которая в сми идет которые везде ведь вот китае при их население заболела меньше ста тысяч человек а при их миллиардах это меньше одного процента да страшно 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 все равно страшно потому что вот это льется отовсюду каждую минуту но не поддавайтесь просто вдумайтесь ну конечно раздуто все но у нас при нашем раздолбайстве может быть гораздо хуже да народ у нас недисциплинированный все у нас на авось но посмотрим чё поживем увидим я думаю что самое страшное вот как раз непонимание того что происходит вот это вынужденная изоляция когда приходится дома сидеть ну и конечно вот какой то вот этот страх она лезет в голову лезет и хочешь не хочешь ну вы просто вот так вот ну подумайте если у них меньше одного процента но в италии очень сильно конечно раздувают раздувают но посмотрим посмотрим чем все дело кончится но не вдавайтесь в панику пожалуйста ладно живы будем не помрем а и вот еще что это самое хотела сказать зайчики мои вы не обижайтесь что я ну не всем пишу в комментариях много времени очень это дело отнимает а я сейчас вся хлопотах делах в этих у меня прям ну я читаю если если я вам сердечко поставила дальше я прочитал спасибо всем огромное за заботу и про кого мне пишут чем лечить вот надо надо ехать в аптеку не знаю пешком идти далековато а может плюнуть да пойти потихонечку пешком мне вчера звонила женщина из магазина вот у нас здесь черноморский на рынке я у нее там фурнитуру покупала вот они заказали пины для меня вот шариком то вот такие вот она мне звонит и говорит ой приезжайте ладно завтра приеду она мне потом звонит и говорит а мы работать не будем ну так неделя не работающая я бы ничего я потом приеду очень переживаю что могут закрыть почты а Иринка мне не отправила еще посылки а я их жду во первых у меня там и обувь более легкая и одежда всякая и фурнитура она мне вчера по вайберу мы с ней разговаривали она мне показывала там у меня уже с алиэкспресса много пакетов пришло и бусины и фурнитура это прям много больше десяти штук я их прям жду и жду и очень переживаю как бы не дай бог закрою то фиг получишь потом ладно пойду умываться завтракать а чё завтракать сейчас кофейку попью ой ой как хорошо то так что будем надеяться на лучшее насчет изоляции вот этой вынужденной вот что вам хочу рассказать я об этом редко говорю мы же когда приехали в крым полтора года жили без света практически те кто в крыму живут помнят об этом включали там на какое-то время свет а так свечки были генераторы за ними драка была в магазинах просто чтоб генератор купить вот и люди только-только начали привыкать жить в семье вот так вот разговаривали я тогда еще не снимала ничего и в голову не приходило вот и вот рассказывали люди что нашли там у себя домино шахматы лото начали общаться с детьми начал сидеть при свечах по вечерам только-только говорит начали вот к семье привыкать а потом вот дали свет нормально поэтому надо даже в таком плохом находить хорошее ну хотя ничего хорошего в этом нет но доставайте или покупайте если есть возможность и занимайтесь со своими ребятишками и дети это помнят и запоминают на всю жизнь вот такое общение вчера я вот разговаривала с машей с кирой которые в болгарии живут у них тоже самое но но у них еще и штрафуют если оказываешься ну они там на море ходили с кирочкой гулять и прям штрафуют маша говорит прислали на пять тысяч лев пять тысяч лев сейчас вам скажу это две с половиной тысячи евро так вот все очень строго но ничего тоже девчонки что делать то живут так вот теперь у них в варне там да сколько то человек есть заболевших но они живут не в самой варне а там ну прям подварный поселочек так что всех это дело достало но ничего всякое бывает в жизни перетерпим подождем когда-нибудь то все это образуется устаканится как я говорю ну что пойду полотенца постираю а то такая деловая высушить что сушить то они аж мокрые мало постирать а потом высушить сегодня дождик что ли будет надо посмотреть погоду то что-то прям темно ну пасмурно птички поют стираю я в подвале в подвале у меня тут водонагреватель висит который мальчишки прилепили летом в моем доме для моего дома банки ну у меня тут ничего не оборудовано как-то да не особо я у меня тут насос в воду качает вот так чтобы особенно вот пристроил вот эти штуки кругляши под банки ламинат ламинат ненужный да он теперь наверное уже и не годится никуда ну я пошла в аптеку тут вон да какая красота мяукает бесхозная наверное как в цветочном магазине только недавно я была в мурманске на 8 марта хи 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 на улицах никого о я так давно не ходила по этой вот дороге ну давно давно не знаю осенью может осенью когда-то ходила ну ладно потихоньку прогуляюсь дом заросший обстригли немножко а то вот этого окна даже не видно было 肝 мальчишки на велосипедах катаются то же дом оброшенный весь хи хи ползут как по камням я одно время хотела себе посадить а потом оно не знаю заполонит везде его и под забором пролезет не стала год назад я приехала в конце февраля в самом конце из мурманска здесь были только упаковки вот с этими блоками и была вырыта вот тут яма вот пожалуйста стоит дом еще осенью был недостроенный раз и все вот эту березу я снимала прошлым летом мне мужчина рассказывал как он вез пять штук что ли откуда-то со средней полосы а прижилась только одна ну еще один дом строят участок он разрабатывают эти камней сколько есть деревья уже прям листья зеленые все как положено дым идет из трубы а многие еще без листьев совсем ох уж эти охранники господи ругаются ой у путных ты хозяев виноград весь обрезанный как надо деревья побеленные я еще виноград не обрезала наверно уже поздно деревья не белила красота сейчас поближе сниму здравствуй моё любимое воронцовское аллея, пока еще не зеленая. Ничего, скоро все зазеленеет. За всю дорогу попался мне навстречу один человек. Я поймала себя на том, что когда мы с ним поравнялись, он не вплотную ко мне шел. И все равно я подсознательно еще шаг в сторону сделала. Господи, да что ж с нами делают, а? Это я не смотрю телевизор. И в интернете смотрю видео, если написано «не смотрю». И если попадается там блогер в разговоре, упоминает, я стараюсь переключаться. И все равно, а как же люди, которые целыми днями телевизор смотрят? Что ж у них-то там в голове? Да, какие мы не впечатлительные, а как внушаемые, да? Везде остановок этих наставили. Дорога вон какая. Даже на Ломоносово. Вот в ту сторону за магазин. Дорогу, которую никак не хотели делать, и то делают. Что-то в городке ворота закрыты. Народ толпится. У людей весна, самая стройка. А тут на тебе. Так что я пока остаюсь без цемента. Кустики уже, листочки зазеленели. На рынке какое-то здание строят. Ну, рынок-то работает, но он где самса, закрыта. Так-то, наверное, на улице, где овощами торгуют, да, наверное, работают. Ну, людей немного. А так, магазины закрыты. Вот я шла, там, автозапчасти, городок строительный, закрыты. Так, ну ладно, прошагала я километра два, наверное. Если не больше. Сейчас в аптеку схожу. И буду звонить ребятам, знакомым. Потому что назад я не дойду. Вот, видите, написано, работаем на вынос. Народу немного, вообще, практически нету. Ну вот, ну что хочу сказать. Вот на рынке я купила и антибактериальные салфетки, и любое мыло жидкое есть, какое хотите. А в аптеке нет парацетамола. Так, что-то я хотела купить, и не помню. Купила и антибактериальные, и обычные. Купила бумаги туалетные, детского мыла жидкого. Так, это коту мазать. И это тоже коту мазать. Ладно. Ой, и купила семечек. Думаю, что мне хочется? А мне хочется семечек. У нас тут черноморские, я очень люблю, вот эти вот семечки. Вот такие вот. Так что, мои дорогие, спасибо, что прогулялись со мной. Сейчас буду делами заниматься. Или сяду смотреть какое-нибудь кино и семечки грызть. Сейчас решу, пока еще не решила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok